здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас с вами будет небольшой кухонный тест для нашей ножевой лаборатории что послужило предпосылкой для этого теста в нашей стране очень сильно распространены в качестве кухонных ножей ножи вот такой вот геометрии который называется у нас стране пчаками на самом деле слово пчак это слово означающее просто нож в языках среднеазиатских народов очень многих так та или иная его вариация звучит именно вот так но это вот такие вот этнические ножи то есть изначально это ножи для всего но тем не менее у нас в россии так уж сложилось что благодаря долгому соседству с так называемыми среднеазиатскими республиками у нас эти ножи приживаются в основном на кухне так как универсальные геометрии наших ножей очень далеки от геометрии среднеазиатских пчаков и вот мы решили попробовать насколько на самом деле комфортно работать по продуктам вот так вот при приготовлении ну скажем так небольшого салата выразимся так ножами которые имеют геометрию пчак по сравнению с более менее классическим европейским ножом и так запчайки у нас сегодня будет отдуваться два вот таких ножа один из них это пчак мастерской семина на этот нож есть отдельный обзор у нас на канале подробно здесь на него становиться не будем дамасская сталь особенность этого пчака помимо геометрии является то что у него довольно таки мощный обух для ножей такого типа посмотрим как это вообще в принципе на ноже в кухонных работах будет ли как-то себя проявлять второй пчак это такой немного еще более простой нож производства российской компании а и р такой вот нож здесь как видите толщина обуха гораздо тоньше но в целом геометрия в общем и целом приблизительно такая же как и на предыдущем на же отдуваться за европейские ножи у нас сегодня будет нож производства испанской компании аркас то есть это тоже не какой-то там невероятно дорогой кухонный нож но тем не менее кухонный нож из специфической нержавеющей стали кованым по заявлению производителя это конечно геометрия не классический шеф но тем не менее такая довольно часто встречающаяся на европейских кухонных ножах попробуем как они будут сравнение друг с другом в такой нехитрой кухонной работе начнем со всеми любимого теста есть у меня тут таких три помидора каждым ножом один разрежем как раз будут они из себя представлять основу салата начнем с пчаком мастерской семина я бы сказал на первый взгляд такое довольно специфическое ощущение получается вот этого реза давайте так попробуем в общем есть такое чувство что нож довольно толсто сведен то есть он очень легко прорезает помидор как только вскрывает его корочку но вот на прорезание корочки есть какой-то такой но специфический момент скажем так то есть не так легко это происходит как очень я привык на кухонных ножах обычных ну давайте теперь чака т.е.р. попробуем такой же работе ну здесь скажу что все происходит гораздо легче вполне приемлемо так на первый взгляд плохого не скажу и давайте теперь европейский более нож попробуем друзья знаете вот аркас тут сильно выигрышен именно даже никто не столько может быть геометрически сколько в том плане что это все-таки действительно кухонный нож понимаете начнем с того что он у меня просто постоянно врезается в доску чего на тех ножах не наблюдается и говорить о том что есть хотя бы какого-нибудь ощущение какого-то знаете вот неуверенного прорезания шкурки помидора она здесь довольно тонко здесь его нет но давайте просто покажу смотрите можно что сделать вот вплоть до вот видите здесь сделать тоже можно но гораздо сложнее приходится больше контролировать нож просто по той причине что действительно он настолько сильно утолщается к обуху что первый раз действительно вот так вот сразу получается только вот так потому что потом нож просто спрыгивает с помидора но в целом можно то есть ножи острые тут как бы проблем никаких нет требуется просто немного больше контроля возможно при определенной привычке с этим действием тоже проблем особенных не будет но тут нож тоньше гораздо легче вот сделать подобную операцию давайте в этот раз европейского ножа начнем потому что в принципе вот он мне кажется создает впечатление как это должно быть изначально а уже потом будем проверять пчаки ну саркасом надо сказать примерно все понятно как с обычными европейскими кухонными ножами все это работает моих ощущениях мне это ножи привычные ну давайте теперь пополам сделала и давайте начнем с аэр ну знаете нет неплохо прям неплохо то здесь как бы каких-то проблем не увидел так скажем особенной разницы по сравнению с европейским ножом здесь нет давайте посмотрим теперь самого такого необычного нашего претендента пчак с толстым обухом и дамасской стали здесь знаете есть какой-то специфический момент в плане реза вот именно из-за такого возможно немного вот изогнутой вот этой части клинка то есть нужно немножко привыкать к тому чтобы доставать далеко до ну чтобы режущая кромка вот в этой в этой части у вас полностью прорезала разрезаемый продукт то есть нужно такое более активное движение делать то есть в принципе нож работает нормально просто есть определенная геометрическая специфика то есть как я уже говорил в обзоре этого ножа здесь скорее всего нужно разговаривать о том что это нож требующий большой привычки то есть кто-то любит работать подобного рода инструментом он неплохо работает а он работает довольно специфически давайте теперь то же самое на петрушки проделаем есть у меня еще и другая зелья ну вот знаете сейчас вот подряд поработав этими двумя ножами снова могу сказать так что конечно вот с точки зрения на кухонных работ геометрия обчака вот такая она гораздо удобнее чем немного специфической геометрия ножа от мастерской семина то есть как-то проще все прорезается все как-то немного понятнее происходит давайте все таки тоже самое европейским вообще в обычной жизни я работаю европейскими шефами которые имеют гораздо более высокие спуски поэтому можно сказать что мне сейчас все три ножа которые участвуют в тесте одинаково непривычны но надо сказать что справедливости ради вот в моих ощущениях пока что на нарезание зелени вот этот нож самый удобный да и на нарезание помидоров в общем то тоже то есть пчаки в принципе неплохи но требуют гораздо большей привычки к работе по всей видимости чем вот такой вот в общем то достаточно простой европейский нож теперь болгарский перец знаете какое главное неудобство нахожу в аркасе во первых все немножко прилипает во вторых меня благодаря длине этого ножа и вот его такой скажем так геометрии с не очень высокими спусками создается такое ощущение что у меня нож каждый раз немножко прорезает доску это такое специфическое ощущение потому что нож очень острый и вот ну как бы на доске остаются такие заметные порезы это чуточку замедляет ну скажем так мое какое-то удобство работы одно в остальном ощущение конечно от этого ножа совершенно замечательные честно говоря как-то даже и не думал что такие в общем-то широко распространенные то есть надо сказать что аркас это не какие-то сильно дорогие ножи в кухонном сегменте вот что они вообще в принципе настолько удобны в работе окажутся то есть но по большому счету нож такой любопытный интерес так теперь большой тяжелый от мастерской семина ухты а узнаете друзья вот тут он хорош хорош ну-ка если за рукояточку держать вообще ну-ка 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 давайте еще вот эту половинку отрежем бонусную какое-то ощущение что не могу приспособиться чтобы нож прорезал в этом смысле неплохо работает в общем неплохо в этой работе когда овощи такие более менее жесткие нож ощущается прям приятным и аир знаете здесь тоже хорошо перец надо сказать на все ножи налипает но при этом я бы сказал так что конечно да наверное самым удобным среди них является европейский шеф ну вот отдать пальму первенства в этой работе какому-нибудь спчаках я лично не могу они по-разному это делают но тем не менее делают оба достаточно неплохо давайте теперь капусту попробуем тут в общем предсказуемо понятно было что будет неплохо единственно что конечно вот этот нож мне в работе ощущается все таки вот такой работе немного длинным хотя это 200 миллиметров то есть принципе мой собственный европейский шеф он именно такой длины но там гораздо более высокие спуски то есть мне как-то не приходится видимо им так активно двигать но в целом работает прекрасно давайте теперь пчак это я попробуем вот тут знаете у меня как-то для поварского хвата у этого ножа наоборот длины клинка немного не хватает режет прекрасно с этим никаких вопросов нет и знаете вот чуточку из-за того что здесь есть такое место где собственно говоря нет режущей кромки тут такая выраженная пятак линка я будет заезжаю туда и не вырезаю немножечко капусту вот такой тест надо привыкать но с точки зрения геометрии в принципе проблем никаких давать теперь пчак от мастерской семена попробуем тут знаете вот 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 тут для толщина обуха дает себя знать вот прям дает я бы так сказал вот этот нож в этой работе ощущаю прямо неудобным не знаю это так вот дорежу он еще и не доходит до конца на дуге им вот так вот резать тоже ну как бы не совсем в данной работе в общем его несколько не хватает не хватает несколько длины и очень большая толщина все-таки ножа в данной работе ну скорее всего здесь предполагается рубить я такой техникой особенно не владею ну короче говоря вот этот нож мне здесь показался неудобным ну и теперь такой вне конкурс на или может быть скажем так вне салатный тест у меня как у всякого сибиряка в холодильнике есть кусок сала я поэтому хочу попробовать посмотреть как эти ножи ведут себя в работе с этим продуктом потому что уж попробуем так более-менее тонко отрезать ну в общем то вполне все-таки знаете вот когда берешь нож с толстым обухом и режешь им одним то кажется что все неплохо но когда сразу после него используешь нож стопу с бухом потоньше сразу же ощущается что где-то гораздо удобнее ну и давайте европа что нам скажет да друзья мои тут я бы сказал все еще лучше перед тем как я сделаю выводы нужно сказать о том что кто-то из зрителей обязательно скажет ну что же это за такой тест пчака вы же ни одного настоящего пчака в кадре не показали оба ножа которые тестировались по сравнению с испанским классическим европейским кухонным ножом сделаны в россии на самом деле геометрически немного отличаются от настоящих пчаков ну да ну да вот узбекский пчак мы тоже кое-что об этом знаем но будем считать что подобное тестирование эта тема некоторых будущих видео потому что на самом деле лично у меня например такой нож есть в эксплуатации уже довольно давно и не есть что сказать по его поводу поэтому мы это сделаем в несколько другом видео а сегодня мы все-таки поговорим с вами о том насколько удобно пользоваться теми пчаками которые свободно доступны на открытом рынке в том числе в нашем магазине в нашей стране но теперь немного выводов по большому счету делать какие-то выводы помимо того что увидели в кадре достаточно сложно то есть вполне понятно что лично мне в работе европейский классический такой кухонный нож понравился гораздо больше и тому есть ряд причин во-первых у него достаточно тонкое сведение он хорошо заточен у него довольно большая длина клинка им удобно работать в таком классическом европейском поварском хвате то есть здесь одни сплошные плюсы хотя скажу прямо что этот нож до меня тоже достаточно непривычен и у меня есть европейские шефы которые геометрически имеют несколько другую форму ими мне работать еще удобнее но тем не менее ощущение от этого ножа у меня осталось очень комфортно вторым ножом про который хочется сказать является вот такой вот пчак от компании аэр здесь в целом могу сказать так в общем то в общем то ощущение похоже на европейские кухонные ножи сопоставимых размеров вот это главный момент единственный пожалуй такой нюанс который я заметил в работе то то что мне несколько не мешала вот такая большая пята клинка в этом месте такое вот тупье как принято говорить она мне здесь ну как бы скажем так просто мешало в работе нож не особенно длинный я привык работать более длинными ножами и поэтому мне все время хотелось чтобы вот эта вот часть она тоже работала имеет тоже работающую режущую кромку в остальном в общем и целом не могу сказать что ощутил какие-то существенные отличия в работе от европейских ножей ну скажем так подобной же формы если вы возьмете какой-нибудь нож у которого будет аналогичная высота спусков например как здесь при сопоставимой длине клинка ощущения в целом будут очень похожи и о ноже мастерской Семина хочется сказать в данном случае здесь также как и с аировским пчаком есть несколько нюансов в работе которые мне показались ну скажем так несколько менее удобными чем когда ты работаешь ножами с классической европейской геометрии первый такой нюанс заключается конечно все-таки в толщине этого клинка то есть сразу было понятно что клинок толстый и получается вот такая вещь когда ты что-то хочешь быстро шинковать тонко вот именно шинковать у меня допустим вот с капустой в тесте явно возник такой момент этот нож ну скажем так он не так удобен для такой работы да им наверное можно рубить когда шинковка нужна какая-то очень грубая без особенного соблюдения размера или вы наоборот готовы работать очень внимательно то в принципе вот нож вполне справится с такой работой но вот если делать ее на ощупь но то ли потому что я имею привычку работать гораздо более тонкими кухонными ножами а то ли потому что это в целом не особенно удобно о чем теория скажем так построение ножевых клинков говорит этот нож конечно существенно проигрывает двум предыдущим экземплярам и я думаю что вообще практически любым ножам с классической кухонной геометрии из европы да и в общем-то пчаку на самом деле оригинальному потому что показанный мною узбекский пчак имеет тоже гораздо более тонкий клинок и работать в этом смысле гораздо проще еще один нюанс который есть у этого ножа заключается в том что вот использование его через дугу с упором на доску но приводит к тому что достаточно на самом деле небольшая часть этого ножа привод коротких таких движениях касается доски то есть у меня постоянно получалось не прорезание то есть обратите внимание что вот раз и примерно только до вот этого места клинок в моем по крайней мере варианте касается доски а это на самом деле маловато то есть вот смотрите что здесь например будет не так это благодаря радиусу дуги то есть движение примерно тоже в ощущениях а радиус ну так скажем длина режущей кромки которая ложится на доску она несколько больше и в этом смысле так работать удобнее я уже кстати не говорю вот об этом на же потому что здесь несмотря на то что радиус то может не такой большой но благодаря длине клинка вот это короткое движение она получается вот так резать этим ножом тоже гораздо удобнее получается вот самое неудобное это вот именно вот у этого общака потому что дуга большая то есть движение нужно сделать большое для того чтобы так прорезать основательно тем не менее длина режущей кромки ну и соответственно длина того что вы разрезаете на доске она в данном случае несколько недостаточно для того чтобы удобно делать такую работу это вот такие нюансы работы этими ножами про которые нужно было сказать после теста вот такой тест чаков у нас с вами получился надеюсь что он был для вас интересен и полезен с вами на канале мистер мистер был заливаха большое спасибо за просмотр пока спасибо